Три станции фиолетовой ветки метро закрыли для пассажиров на неделю. В Люберцах это спровоцировало ощутимые заторы на дорогах. Пробки образуются в часы пик утром и вечером. Близи станции Лермонтовский проспект, Джулебины и Котельники. В первую очередь это связано с изменениями системы дорожного движения. Ее поменяли для быстрого и удобного курсирования компенсационных автобусов. К такому транспортному коллапсу Люберцы, можно сказать, уже привыкли. Подобная ситуация была в ноябре. Тогда из-за закрытия станции метро стал практически весь город. Однако, как видим, прошлый опыт совсем не повлиял на многих автовладельцев. А с самого утра люберчане стоят в многокилометровых заторах. Три станции столичной подземки закрыты в связи со строительством новой Кожуховской линии метро. В течение этой недели поезда фиолетовой ветки курсируют от станции Выхина до станции Планерной и в обратном направлении. Поэтому Мосгортран спустил более 200 компенсационных автобусов. Они доводят пассажиров до Выхина, Кузьмина, Клермонтовского проспекта, Жулебина и Котельников. На дороге также вышли многочисленные сотрудники ДПС, которые помогают автовладельцам двигаться согласно измененной дорожной схеме. Нововведения будут действовать включительно до 31 марта. Ну что на дороге? Машин много. Так и так задержка будет. Терпим. Пробок много. Все стоят, все ждут, все нервничают. А почему не воспользовались общественным транспортом? Потому что все равно так быстрее получается. Потому что в общественном транспорте тоже толпа народу. Все торопятся, всем не нравится. В общем, что там, что здесь одинаково. Кроме того, для удобства жителей организован и бесплатный проезд на электричках. Так пассажиры могут бесплатно проехать по разовым проездным билетам. В направлении туда или туда-обратно от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино, до станций Вишники, Плющево, Перово, Фрезер, Новая Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал. Бесплатный разовый проездной можно получить в пригородных кассах указанных станций. В том числе и сразу на все время закрытия метро. Напомним, ранее автовладельцев предупреждали воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Так как организованная схема дорожного движения направлена на максимально быстрый проезд наземного общественного транспорта. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта, в субботу, полшестого утра. Анна Троян, Дмитрий Роценко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапшева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.